МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Въезд по справке, как попасть в СОРОВ по разовым пропускам. Три в одном. В МОЦ открылись выставки участников объединения «Арт-Позитив». Новые рекорды на первенстве области. Пловцы и кары выступили на региональных соревнованиях. Далее расскажем по всем подробно. Очередные ограничения из-за коронавируса ввели в Нижегородской области. Они касаются работы учреждений дополнительного образования, торговли, общепитных, фитнес-клубов. В кружках с 15 до 10 снижено количество учеников, которые могут одновременно находиться в кабинете. На спортивную подготовку это не распространяется, отметил губернатор Глеб Никитин в своем посте в Инстаграм. При этом организациям дополнительного образования, спортивным секциям, учреждениям культуры рекомендуют по возможности обеспечить проведение дистанционного обучения. Делать это нужно только с учетом мнения детей и родителей при наличии технической возможности, подчеркнул Гаварьёна. В сфере торговли ограничивают одновременное присутствие покупателей, не более одного посетителя на 4 квадратных метра свободной площади. Рынкам и ярмаркам, и уличным базарам нужно размещать торговые точки на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Не допускать скопления покупателей, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Запрещено устраивать дегустацию продуктов. Фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы должны прекратить обслуживание граждан старше 65 лет, пока для них действует режим обязательной самоизоляции. Всем организациям нельзя проводить корпоративы ни в офисах, ни за их пределами. В заведениях общепита ранее был введен запрет на организацию банкетов, караоке и танцевальных вечеринок. Теперь ограничения расширяют и запрещают проводить мастер-классы, анимационные, развлекательные, творческие мероприятия с участием детей и взрослых. Главное, на что направлены запреты, это дистанция, минимализация контактов. Если вы оказались где-то, где эта логика нарушается, по возможности покиньте мероприятие. Берегите себя, написал Глеб Никитин. За минувшие сутки в России выявили 23 610 случаев заражения. 441 из них в Нижегородской области. В Саруе заболело еще 151 человек, двое скончались. С 16 ноября иногородним ужесточили въезд в Саров. Речь идет о тех, кому выдают разовое разрешение на въезд к родственникам или по служебной необходимости. Для посещения нашего города необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса. Срок ее действия – 5 дней. Она требуется всем въезжающим – и пожилым, и детям. До въезда скан или копию справки нужно направить по электронной почте принимающей стороне. Во время оформления заявки на въезд в отделе режима необходимо эту справку предъявить. Нововведение вызвало много вопросов у горожан. Например, как быть, если родственник едет из дальних уголков России на поезде и срок поездки превышает 5 суток. Чиновники рекомендуют отложить визит, поскольку поездки в общественном транспорте небезопасны. Если есть острая необходимость везти родственника, этот вопрос рассмотрят в индивидуальном порядке. Нововведения не касаются обладателей временных и постоянных пропусков. Не уволить, а убрать вакантные должности. С 1 января 2021 года в России начнется реформа по сокращению штата госслужащих. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Глава правительства отметил, что нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов, где будут четко разделены сферы ответственности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России создадут Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки предметно-пространственной среды. Он будет проводить профессиональную экспертизу детских игрушек, игр, видеоигр, мультфильмов, книг и другой продукции. Товар для детей будут сначала тестировать в лабораторных условиях, а потом в детских садах. После чего производителям дадут рекомендации по улучшению продукции. Люди с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут получать технические средства реабилитации по месту пребывания без привязки к адресу прописки. Закон об этом приняли депутаты Госдумы 18 ноября. Теперь граждане смогут обращаться за протезами или инвалидными колясками в ближайшее отделение Фонда социального страхования. Это стало возможным благодаря созданию единой системы учета технических средств реабилитации, с помощью которой можно отслеживать и доставку адресатам. Ядерный центр в НЕЕВ наградили почетным штандартом губернатора. Городообразующее предприятие вошло в число 17 промышленных предприятий Нижегородской области, отмеченных высокой наградой по итогам работы в 2019 году. Напомним, в 2015 штандарт губернатора ворчили предприятию третий раз подряд. Тогда награду передали в НЕЕВ на вечное хранение, и сейчас она находится в Музее ядерного оружия. Сотрудники в НЕЕВ приняли участие в Дне атомных городов. Это интеллектуальный турнир, который собрал вместе жителей городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Участникам необходимо было ответить на вопросы об истории становления атомной отрасли, вспомнить факты из жизни ученых-ядерщиков. Турнир «День атомных городов» – часть проекта «Росатом вместе», который госкорпорация проводит в год юбилея атомной отрасли. В наши закрытые города даже мышь не проскочит, доказывает памятник города Заречного. А вы назовите другой город, где тоже есть памятник этому. Памятник пропуску в городе Железногорске загадали саровчанам участники из Новоуральска. На этапе разминки команды из городов присутствия «Росатома» задавали друг другу вопросы. Соперников определяли в процессе жеребьевки. В ответ команда нашего города придумала вопрос с подвохом. Пытались найти какие-то интересные факты и их обыграть в вопросе. Получилось, что мы выбрали самый простой, наверное, и самый веселый вопрос о том, какую выпечку любил академик Сахаров брать в столовой. Его бомба называется «Слойка», а вот мы просто решили пошутить. Во втором этапе вопросы командам задавали уже организаторы. Интеллектуальный турнир «День атомных городов» прошел в рамках проекта «Росатом вместе». Организаторы поставили очень интересную задачу. Они не ставили четких условий количества участников в команде, четких условий возрастных ограничений принадлежности к тому или иному предприятию и так далее. То есть они предложили такое условие, что в кадре два человека, а за кадром может быть хоть весь город, который вы там соберете на центральной площади. Костяк команды нашего города составили сотрудники разных подразделений «РФЯЦ» в НЕФ, которые неоднократно показывали отличные результаты на чемпионате «Росатома». В вопросах по атомной отрасли помогли опыт и подготовка саровчан. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Пусть идет снег, цветы и птицы, в опале березка стояла. Сразу три выставки открылись в Молодежном библиотечно-информационном центре. Все работы написали участники творческого объединения «Арт-позитив». Подробнее об авторах и их произведениях расскажем в следующем репортаже. Молодежный библиотечно-информационный центр и объединение «Арт-позитив» связывает многолетняя дружба. Уютный зал библиотеки стал для художников вторым домом, местом, где можно встретиться, поговорить за чашкой чая и, конечно, поделиться своим творчеством. С этими людьми всегда очень приятно работать, потому что такая вот атмосфера творческого драйва возникает, позитивные эмоции, которые передаются не только нам, организаторам, но еще и всем участникам таких встреч. Сейчас в здании библиотеки на улице Московской представлены сразу три выставки «Арт-позитива». Одна общая. В ее создании принимали участие все члены клуба. Акварель, масло, акрил, пейзажи, натюрморты и даже портретные зарисовки. Картины очень разные, но кое-что их все-таки объединяет. У нас возникла одна из идей, чтобы провести выставку, которая была посвящена зиме, снегу, новогоднему настроению. И она получила свое название «Пусть идет снег». А тем более сейчас снега нет. Очень хотелось бы, вдруг наши картины каким-то образом повлияют на Вселенную, и у нас наконец-то пойдет снег. У каждого изображение своя история, иногда очень личная. Как, например, у этой картины, которая называется «Подарок Деда Мороза». У меня, когда родился первый мой внук, Вадим, у меня был вот такой медвежонок, и когда у него нажимаешь на лапку, он начинает песенки петь. И когда он приезжал ко мне в гости, он обязательно в первую очередь брал этого медведя, нажимал на лапку, ему звучала музыка, и он начинал танцевать. Вадим, когда эту картину я наконец-то привезла им, домой сказал, пусть она теперь висит у вас. Это было где-то ему 4 года. И мне его родители рассказали, что когда кто бы к ним не пришел домой, он всех приводил за руку к этой картине, показывал медведя, начинал петь песню, говорил, баба нарисовала. В двух шагах от основной экспозиции Вера Язева расположила свою персональную выставку «В опале березка стояла». Вместо холста и бумаги Вера Николаевна использовала бересту. Естественная фактура коры позволила придать изображениям особый шарм. И, наконец, третью, тоже персональную выставку, открыла другая участница арт-позитива Галина Жинжикова. Для гостей библиотеки ее работы станут цветотерапией, которая поможет развеять пелену негативных эмоций. Мне хотелось год такой достаточно тяжелый и сложный у всех, я думаю, а не только у меня. Хотелось какую-то сделать такую очень яркую, позитивную и в то же время такую нежную, женственную, что ли. Поэтому вот возникла эта тема «Цветы и птицы». Выставки художников арт-позитива будут работать в Молодежном библиотечно-информационном центре «Домарта». Также познакомиться с работами участников клуба можно онлайн. На официальной странице объединения ВКонтакте. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Проект «Саровских школьников. 75 лет победы» стал финалистом российского конкурса «Растим гражданина». Программа «Саровчан» вошла в число 25 лучших в номинации «Деятельность общественных объединений». Свою идею пионеры из Союза «Сияющие звезды» и старшеклассники из Союза «Статус» воплощают с декабря 2018 года. В 2021 году проект продолжат. Подробности в следующем репортаже. Третий год пионеры из Союза «Сияющие звезды» и старшеклассники из Союза «Статус» готовят для саровчан мероприятия к 9 мая. Задумывалось это все как проект «75 лет победы», но переросло в рамки юбилейного года. У нас на протяжении этих всех лет дополнялись. Начали мы по-скромному. А сейчас, уже к 2020 году, мы можем говорить о том, что это несколько проектных линий. Конкурс рисунков памяти поколений. И на основании этих рисунков создаются открытки, которые потом вручаются ветеранам Великой Отечественной войны. Делаются баннеры для оформления города нашего. Есть конкурс, даже не конкурс, а такой фестиваль видеороликов, когда ребята записывают стихи о войне и выкладывают их в соцсети. Всего пионеры сняли 20 роликов с военной поэзией. Видеооткрытки со стихами ребята подготовят и к следующему 9 мая. Но в этот раз они хотят привлечь к этому как можно больше людей. Поэтому к 76-й годовщине Победы планируют провести конкурс среди педагогов, учеников и родителей Сарова. Читать можно стихи, прозу или фронтовые письма. Видеооткрытки появятся в соцсетях и городских СМИ накануне праздника, в конце апреля-начале мая. А в День Победы их покажут на мониторах в торговых центрах города. Я предлагаю к этому дню, к 9 мая, сделать 76 роликов стихи и прозы о войне. И чтобы в этих роликах участвовали в съемках дети, любые с 1 по 11 класс, родители, любые желающие и учителя, любые. Проект «75 лет Победы» оценили на всероссийском конкурсе «Растим гражданина». Он вошел в число 25 лучших работ в номинации «Деятельность общественных объединений». Воспитанники детского дома творчества уже работают над планом новых мероприятий для проекта. Своё название в 2021 году он сменит. Теперь это память о Победе. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Воспитанники отделения плавания спортивной школы «Икар» выступили на первенстве Нижегородской области. Саровчане у своих дисциплинах завоевали призовые места и показали лучшие результаты сезона. Подробности далее. Пандемия для пловцов «Икара» не повод отступать от задуманного. Несмотря на все трудности подготовки, этой осенью ребята побили рекорды сразу на двух соревнованиях. Заниматься приходилось на суше в домашних условиях. Тренер присылала комплекс упражнений и проверяла правильность их выполнения дистанционно. Особо преданные этому виду спорта устанавливали бассейн дома. Наши ученики выходили из положения так. Многие закупали свои бассейны, занимались в них, отчитывались, что они делали. Нас также отметили в Нижегородской области то, что новое такое введение в плавание, заниматься у себя в бассейнах, на огородах, в частных домах, где они могли. На соревнованиях «Веселый дельфин» Держинский пальму первенства в команде перехватили девушки. Арина Дедушева, Олеся Потук, Арина Колобова и Анастасия Корнишина взяли золото в эстафетном плавании 4 по 5 метров вольным стилем. В Нижнем Новгороде на первенстве области саровские пловцы установили новые рекорды. Гордей Барзанов взял две золотых и одну серебряную медали. Мы плавали 100 метров вольным стиле. Я был в первом заплыве и я сразу после заплыва встал на первое место. И после этого мне сказали, что я еще поставил рекорд области по этому стилю, по этой дистанции. Анастасия Корнишина мечтает стать олимпийской чемпионкой и уверенно идет к этой цели. Папа записал ее на плавание 5 лет назад, потому что и сам занимался этим видом спорта в школе. И вот сегодня девочка побила 10-летний рекорд. В первый день соревнования она поставила рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем и на следующий день улучшила свой результат. Я плывала дистанции 200 в раз, 100 в комплексное плавание и 50 вольный стиль. На дистанции 100 в комплексное плавание я выполнила первый взрослый разряд. Это была и моя цель. Проплыла я хорошо, результатом я довольна. В эстафете 4 по 50 метров спортсменки Анастасия Корнишина, Олеся Поток, Маргарита Синицына и Ника Дегтярева взяли бронзовые медали. В общей сложности с двух соревнований воспитанники Виктории Шалыгиной привезли домой золото, серебро и бронзу. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!